Хочу показать свой подвальчик и запасы на зиму. Мы потрудились летом славненько, и не стыдно теперь нам похвастаться своими трудами. Так, заходим в подвал. Вот у нас такой вход, типа коридорчика небольшого. Здесь освещение, одна лампочка. И на ступеньках лежит временно капуста. Здесь ей сейчас комфортно. Она хорошо здесь сохраняется на ступеньках до морозов. Когда начнутся большие мороза, мы опустим ее в подвал. Здесь же находится на ступеньках лук и чеснок в ящиках. Так, опускаемся ниже. Здесь вторая дверь. В случае больших морозов мы ее закрываем. И все продукты находятся здесь, в самом низу в подвале. Вот сам подвальчик у нас. Вот здесь вся наша консервация, запасы на зиму, овощи и фрукты. Подойдем ближе. Здесь на полках томаты, консервация, помидоры, огурцы, перцы. Синенькие. Разная закупорка. Салаты, варенье, соки. Что тут у нас еще? Напитки. Компоты. Разные. Томата, томата много в этом году. Немножко жира утиного. Вот такие у нас запасы. Семья у нас небольшая. Этого на зиму вполне хватает. Остается даже на следующий год. Некоторые. Что можно сохранить. Оставляем. Ну, допустим, томат. Так, а внизу находятся емкости под картошку, буряк столовый, морковь. Картошка разделена по сортам. Некоторые сорта хранятся дольше. Некоторые нужно раньше употреблять в пищу. Здесь немножко яблоков и груш. Это семенная картошка в ящиках. Здесь вообще сорокатневка осталась. Немножко ведра четыре. Это в первую очередь надо употреблять в пищу. Вот там немножко винограда осталось. Здесь находятся ящички с цветами, которые они переносят больших морозов. Мы их заносим в подвал. Также имеются в подвале емкости для воды. Мы их периодически меняем здесь воду, наполняем. И в случае отключения воды пользуемся этой водой. Время от времени мы меняем, чтобы она не застаивалась, была всегда свежая. Ну, это так, на всякий случай. Вот. Покажем все с дальней дистанции. Вот такой у нас подвальчик. Все. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.